Внутренняя опора — это сила, это стержень внутренний. Это когда человек живёт своей жизнью, а не чужой, то есть не подражает, не приспосабливается. Он знает свои приоритеты, он знает свои цели и целенаправленно к ним двигается. Внутренняя опора — это фактически фундамент, потому что это целостная личность, гармоничная целостная личность. Это внутренняя опора. Внутренняя опора — это общие принципы. То есть, смотрите, например, умеет ли человек быть в контакте с собой? Например, есть люди, которые боятся чувствовать. Они как бы, знаете, как это, заниженная самооценка называется, они всё время ориентированы на других, что чувствует другой, как он ко мне относится. Это потеря внутренней опоры. Потому что внутренняя опора — это контакт с собой, со своими чувствами, со своими потребностями, со своими ценностями. То есть это универсальная вещь, она не зависит от профессии, не зависит от пола. Это некая такая, ну знаете, ну для любой личности это важно, иначе говоря. В целом, я думаю, многие люди это знают, что каждый человек хороший внутри. То есть где-то вот это есть, знаете, ощущение доброты, любви, оно где-то внутри каждого из нас находится. Поэтому если человек по-настоящему выстраивает внутреннюю опору, это будет связь с настоящими ценностями, потому что они есть внутри каждого человека. Но можно где-то задержаться, например, в жуточных этажах, как опору построить на уровне эгоизма. То есть я до глубины не добрался, я где-то задержался. Но поэтому настоящая внутренняя опора, она всегда будет в очень таких высоких ценностях. То есть как развивается внутренняя опора, за счет каких шагов, скажем так. Первый, самый простой, научиться осознавать свои чувства. Потому что опора, она там внутри чувств. Она в ценностях, в каких-то потребностях глубинных человека. Но чтобы прийти в контакт со всем этим, сначала нужно учиться чувствовать себя. Есть многие люди, которые боятся своих чувств. Они скорее растворяются в чувствах других людей. Такая называется созависимость. Поэтому первое, научиться осознавать свои чувства. Первое. Второе, научиться их понимать. Потому что чувства с нами разговаривают, они о чем-то. За ними находятся какие-то мои потребности. Вот о чем чувства разговаривают со мной? Какое послание они им несут? Осознавать свои потребности. Это второе. Третье, научиться эффективности. Потому что даже если я осознаю свои потребности, но у меня нет целеустремленности в том, чтобы им следовать, то есть я не ставлю цели, я не разрабатываю планы их достижения, то есть я неэффективен, то это тоже все провалится. Вот эти три навыка, а это вот три универсальных навыка. Продолжение следует...